МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вашему вниманию очередной выпуск информационной программы Твои новости в студии Марины Бартенева. И сегодня в выпуске... Событие поистине мирового масштаба произошло в культурной жизни Армавира. Город встретил знаменитого художника Никаса Сафронова. С ним познакомилась и Анна Амельченко. Преступление по факту совершения убийства 25-летней девушки, найденное в реке Уруб, раскрыто. Кто и зачем лишил ее жизни, расскажет Наталья Полякова. Стал убийцей по неосторожности. В Армавире осудили 28-летнего местного жителя за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Дарья Топчева с подробностями. Известный в России за рубежом художник Никас Сафронов 24 марта посетил Армавир. В течение своего неофициального визита он побывал в нескольких детских учреждениях, пообщался с городскими властями. Дарья Топчева с кратким обзором. Гостеприимная Кубань, гостеприимный Армавир. Гостям всегда рады, но и погода хорошая. Первым пунктом визита Никаса Сафронова стал детский сад номер 58. В дошкольном образовательном учреждении воспитываются детки с ограниченными возможностями здоровья. За время, проведенное в саду, Никасу удалось пообщаться буквально с каждым ребенком. На душевное тепло и внимание, с которыми художник отнесся к ребятам, малыши ответили тем же. А давай подарим. Какой рядом дядя сидит, давай подарим. Подаришь? Нет. Дядя. То, что Никас Сафронов посетил именно детский сад номер 58 в Армавире, не случайно. В нашем городе у именитого художника есть друг, а у друга ребенок, воспитывающийся в этом учреждении. В течение визита Никас Степанович познакомился с созданными в саду условиями, побеседовал с руководством. На память о встрече знаменитый художник подарил детскому саду свою картину и книгу. Дал массу автографов, сфотографировался. Уже в кабинете главы города Никас Сафронов оценил детский сад как позитивный. Пообещав выслать ему несколько своих работ и оказать помощь. В целом же свое посещение Армавира художник назвал неожиданной историей. Так как не ожидал увидеть такой цветущий и гостеприимный город. Люди улыбают, смеются, радуются. Вот это самое большое удовольствие для отцов города, которые понимают, что народ получает удовольствие. Не когда он бастует, а когда он чувствует, что его любят, уважают и дают им возможность жить. Представители городской власти обсудили с Никасом Сафроновым его творческие планы. А глава Андрей Харченко предложил именитому художнику укреплять культурные связи с Армавиром и общаться в дальнейшем. Дарья Топчева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. После посещения сада и свящей с властями Никас Сафронов посетил дворец детского и юношеского творчества. Именно там нашему корреспонденту Ане Амельченко удалось пообщаться со звездой. В этот день у входа во дворец детского и юношеского творчества было многолюдно как никогда. Каждому хотелось лично встретиться с мастером, чье имя знают во всем мире. Самым эпатажным и востребованным художником современности Никасом Сафроновым. Когда я узнала, что к нам приедет Никас Сафронов, проведет мастер-класс, я очень обрадовалась, потому что мне нравится его творчество и я с нетерпением его жду. Я хочу взять у него автограф и по возможности можно сфоткаться с ним. Мне очень интересно, если он будет рассказать что-нибудь про культуру других, изобразительный искусств, другие жанры. Очень нравится его творчество и сам Никас Сафронов. Хотелось бы уже с нетерпением увидеть его. Кроме нашей художественной школы-студии, сегодня ждут знаменитого художника и ребята из городской художественной школы, из других у нас объединений, из театральных объединений, из вокальных объединений, из хореографических объединений. Всем очень интересно увидеть, услышать художника. И вот долгожданный момент настал. На аллее появилась делегация во главе со знаменитостью. Как и полагается, гостей встретили караваем. После торжественного приема художник преподнес дворцу творчества замечательный подарок – свою картину с изображением олимпийской символики. Я хочу, чтобы эта картинка осталась у вас. Вспоминание начало нашей трудности. Никаса Сафронова называют человеком-легендой, самым знаменитым и загадочным художником России. Он работает в жанре пейзажа, психологического портрета, натюрморта. Использует самые различные техники живописи – от масла до графики. Постоянно экспериментирует с ними, однако всегда опирается на мировую классику. Dream Vision – новое направление, которое открыл маэстро. Перечислять все заслуги мастера достаточно долго. Хочется остановиться, пожалуй, на одной из самых важных миссий Никаса – благотворительности. Именно этот аспект и был основной целью визита художника в Армавир. С 2013 года на базе Дворца детского и юношеского творчества занимаются более 40 детей с ограниченными возможностями здоровья. Им требуется особая забота и любовь. При Дворце созданы группы для таких детей. Мы уже ведем систематическую работу совместно с диагностическим центром. Руководитель которой является Green Glass Марина Игоревна. Уже есть определенные наработки. И мы собираемся расширять эту работу. И вот как раз художник Никас Сахонов, он поддерживает нас в нашем начинании. Он поддерживает в наших идеях, уделяет особое внимание этим детям. Показав свои достижения в области пластики, ребятишки из студии «Пантомимы» с удовольствием знакомились с художником. А затем со свойственной им непосредственностью принялись рассматривать подарки от самой знаменитости. Мы поделись в классе в себя. Пошли. Армавир является одним из центров, где действительно работа в сфере образования и культуры и поддержки людей с ограниченными возможностями поднимается на достаточно высокий уровень. А в этом принимают активное участие многие. Никас Сахонов известный художник. И посетил наш город, отметил, что детишки с ограниченными возможностями тоже должны видеть таланты, должны перед собой ставить огромные цели, стремиться к ним, учиться. И когда есть наглядный пример, это весьма важно. Но со стороны Русской Православной Церкви очень важно отметить, что мы стараемся таких детишек тоже замечать и в духовном плане помогать им тоже развиваться. Никас Сафронов является не только главным попечителем благотворительного фонда помощи детям-инвалидам с ДЦП. Художник вкладывает сюда всю свою душу, внимание и средства, чтобы дети имели возможность получать достойное лечение, творчески развиваться и, самое главное, могли радоваться жизни и имели надежду на счастье. Очень важное для нас это событие, особенно для организации для детей с синдромом Дауна. Мы очень благодарны, так как в последнее время стали обращать на наших детей большое внимание. А между тем, знакомство художника с творчеством воспитанников Дворца детского и юношеского творчества продолжалось. Маэстро делился своим видением и секретами успеха, делая акцент на том, что картины должны быть пропитаны светом, а юные художники, равно как и маститые, должны обладать безграничной фантазией. А еще Никас рассказал интересную историю из своей насыщенной событиями жизни, когда именно умение рисовать спасло ему жизнь. «Однажды я попал в Южную Америку в пленнику Небалов, у нас могли съесть. Меня нарисовал вождя, и он на сердце грозил мне подарком, подарил свою первую жену. Но я и не взял. Надо сказать, что памятными подарками в этот день награждал не только знаменитый художник. Юные дарования не остались без ответа. Наряду с огромным талантом, мастерством, присущим художнику, в нем есть нечто большее, тонкое, нежное и в то же время полное чувство душа, которая, пожалуй, и повлияла на становление великого мастера. На вопрос, почему выбор пал именно на Армавир, художник сказал, что это божий промысел. Встреча с нашим земляком также повлияла на его визит сюда. Я очень счастлив, что я приехал сюда. Я сделаю обязательно здесь выставку, и наша встреча, надеюсь, будет памятной, и мы будем дружить, общаться. Мы уже пообещали 10 картин детскому садику с ограниченными возможностями. Мы пообещали сюда картины мои. Мы обязательно привезем и подарим. Художник думает уже этим летом посетить наш город, чтобы рисовать удивительные пейзажи. По словам Никаса, все самое ценное, что есть в России, собралось в провинциальном городке под названием Армавир и его окрестностях. Мастер отметил, что именно в глубинках рождаются настоящие гении. Планирует Сафронов приехать и осенью, на День города. Все рождается здесь, в маленьких солнечных, прекрасных городах, где развивается патриотизм, любовь, и любовь к стране, к солнцу, к свету. Мне очень повезло. Я подумал бы, что надо родиться, чтобы приехать сюда один раз и сказать вам, что я вас люблю. Я сказал уже, что мое сердце осталось здесь. Я буду помнить, я человек сентиментальный, я буду помогать, поддерживать. Мы будем дружить. Встреча с Никасом произвела настоящий фурор. Публика не хотела отпускать кумира из своих объятий. Каждый хотел получить автограф и сфотографироваться на память. Великий мастер также уделил внимание нашему телеканалу. Анна Мельченко, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Продолжаем выпуск. Просьба не смотреть следующий блок программы детям, беременным женщинам и людям с неустойчивой психикой. Подозреваемые в убийстве 25-летней девушки, найденной в устье реки Уруп, взят под стражу. Напомним, труп был обнаружен в водоеме с признаками удушения. Что произошло на самом деле? Трагические подробности у нашего корреспондента Натальи Поляковой. 19 марта в правоохранительные органы города поступило сообщение об обнаружении трупа. Это оказалась 25-летняя жительница Армавира. На девушке отсутствовала одежда и имелись множественные кровоподтеки. Следователи установили, что тело перед помещением в воду было обмотано куском ткани, предположительно оконными шторами и проводом. По данному факту сразу же было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Преступление уже раскрыто. 23 марта 2014 года по подозрению в совершении преступления в отношении потерпевшего задержанного гражданина города Армавира, являющего уроженцем города Армавира, возраста 35 лет, в настоящее время ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 по факту убийства. От него поступила в МВД России по городу Армавиру явка с повинной, которой он чистосердечно раскаялся в совершенном преступлении. Этим мужчиной оказался сожитель погибшей. Убивать возлюбленную он не собирался, признается обвиняемый. Главная причина случившегося – ревность. Накануне преступления они пришли в гости, где распивали спиртные напитки. В ходе веселья началось выяснение отношений. Ее заводят в комнату, у них там происходит половой акт. Потом, а заряды говорят, чтобы он не убежал, вот этот диван вот туда подверните. Меня вбили в комнату, прям с ногой сильно ударили, что я оказался стеной в лип. Вот этот диван поставили сюда, чтобы я никуда не убежал. Стол перенесли к этому дивану. И дальше банкет проходил уже без меня. Потом, как рассказывает обвиняемый, его выгнали, и он отправился к себе домой. Побыв там некоторое время, мужчина решил вернуться в шумную компанию, чтобы выяснить отношения с неверной возлюбленной. На тот момент в доме, где проходило веселье, уже все спали, кроме потерпевшей. Она сидела на кухне, где и избил ее обвиняемый. Я ударил первый раз ее по голове. Она преклонилась сюда. Я ударил второй раз ее. Где-то подбородок, я не знаю. Второй раз подбородок. Начало падать, я еще несколько раз ударил руками, ногами. Мне показалось, что она потеряла сознание. После чего взял вот так вот за ногу, потащил в ванную. Опустив тело в ванную, мужчина включил воду и ушел домой, считая, что убитая просто потеряла сознание. Вернувшись утром, избитую девушку он не нашел. После других граждан, которые там отдыхали, проснувшись, распиваясь перед напиткой, решили скрыть труп, так как испугались при лечении к уголовной ответственности. Они замотали занавески, связали проводом, который находился в этом домовладении, от аппарата для лечения суставов. Отрезали провод и избавились от него в реке Оруб. По данному факту, в отношении этих лиц возбужденного уголовного дела, по статье 316 уголовного кодекса, то есть за необещанное укрывательство особо тяжкого преступления. Таким образом, из-за неверности молодая женщина лишилась жизни, а ревность сожителя, возможно, приведет его в колонию. Наказание по статье 105 предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Наталья Полякова, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Избил до смерти. В Армавире суд приговорил 28-летнего местного жителя к 7 годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к летальному исходу. С материалами дела познакомилась Дарья Топчева. Это позже убийца Виктора Лазурко явится в полицию с повинной. А тогда, в роковой вечер 19 августа прошлого года, Дмитрий Башко безжалостно наносил удары своему приятелю. На проверке показаний 28-летний Армавирец рассказал, как он, будучи выпившим, испытывая личную неприязнь, но не желая причинять смерть, избивался бутыльника руками, палкой и кувалдой. Травмы головы, переломанные ребра, разрыв печени, ставший смертельным, а также показания свидетелей и признание самого Дмитрия Башко в содеянном стали основанием для принятия решения суда о наказании. Руководствуя статьями 307-309 уголовно-процессуального закона, суд приговорит признать Башко Дмитрия Валерьевича виновным в совершении преступления, признать частью 4 ст. 111 уголовного закона и значит ему наказание. По части 4 ст. 11 уголовного закона Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 7 лет без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительном колонии строгого режима. Дмитрия Башко осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». То, что мужчина состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом «умственная отсталость» легкой степени со значительными нарушениями поведения, не дало оснований для смягчения приговора. Суд доказал, в момент убийства Дмитрий Башко понимал, что делает. Теперь на свободе у осужденного, кстати, инвалида второй группы, остается шестилетняя дочь, бывшая у него на иждивении. Благодаря ей, в том числе, срок наказания с возможных 15 лет снизили до 7. Суд учел наличие смягчающих обстоятельств, таких как явка с повинной и наличие малолетнего ребенка на иждивении у осужденного. И назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, потерпевшему брату покойного Николаю Лазурко Дмитрий Башко обязан выплатить компенсацию за моральный ущерб. Прокурором города Армавира подготовлено исковое заявление о возмещении морального вреда потерпевшему брату погибшего в виде денежной компенсации в размере 100 тысяч рублей. Дмитрий Башко еще может обжаловать приговор суда. С момента оглашения у мужчины есть 10 дней для этого. Только воспользуется ли он такой возможностью, пока неизвестно. Дарья Топчева, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Несчастный случай, невнимательность родителей или попытка свести счеты с жизнью. Что именно привело к трагедии на железнодорожном переходе, еще предстоит выяснить сотрудникам полиции. Мост в районе Черемышек. Популярное место посиделок у тамошней молодежи. Нормальных гражданий там нет, а те, что есть, ничуть не мешают подросткам залезать на перила. Естественно, не проходит и без происшествий. Как рассказывают местные, почти каждый год кто-нибудь оттуда падает. Так случилось и вечером 24 марта. Девушка, предположительно 17 лет, сидела на мосту и, по словам свидетелей, с кем-то громко спорила по телефону. Соседи говорят, ее часто видели здесь, и при этом трезвость несовершеннолетней вызывала сомнения. Но в этот раз девушка, видимо, потеряла равновесие и упала вниз, при этом задев высоковольтные провода. Она получила сильные ушибы и ожоги, на ней сгорела практически вся одежда. Но все же девушка осталась жива. Также, как сообщается, травма получил и парень, который подбежал и дотронулся до нее рукой, чтобы удостовериться, что она жива. На скорой девушку доставили в реанимационное отделение. Как сообщили детской больницы, сейчас она в тяжелом состоянии. На ее теле 50% ожога в третьей степени. Рабочие водоканала в ближайшее время приступят к ремонту коллектора Пахалтурина. В прошлом выпуске мы рассказали, что несколько армавирских семей уже в течение трех месяцев оказываются подтопленными содержимым из центральной городской канализации. Причиной тому стали два провала коллектора, эксплуатирующегося более полувека. Чтобы приступить к работам на участке, необходимо перекрыть движение по улице Халтурина. Как сообщили водоканали, сама замена трубы требует большого объема работ. По оценкам специалистов, для решения проблемы понадобится около 10-14 дней с момента начала ремонта. Дома 99-97 отключили от центральной канализации, которая их затапливала. И производим ежедневную откачку сточных вод специальными машинами. Буквально в ближайшие дни, как только мы согласуем направление движения автотранспорта вокруг рынка, это будет, я думаю, на следующей неделе, мы приступим к выполнению работ и заменим. Все данные работы мы делаем, выполняя поручения главы города Армавира Андрея Юрьевича Харченко. Армавирский лингвистический социальный институт открыл двери для абитуриентов. 21 марта старшеклассники из Армавира соседних районов, также учащиеся в заведении среднеспециального образования, получили возможность совершить экскурсию по одному из ведущих вузов города, Алси. О том, как это было, расскажет Марк Бугаец. В лучших традициях старейших учебных заведений Алси не просто вуз, а своего рода небольшое государство с эмблемой, гимном и традициями. Чтобы узнать о них, 21 марта ученики старших классов из школ, а также профессиональных учебных заведений пришли в институт на день открытых дверей. Знакомства начали с отделения среднего профобразования, куда могут поступать школьники после 9, а также 10 и 11 классов. Будущих студентов заинтересовали возможности поступления без ЕГЭ. Далее гостей приветствовали студенты лингвистического факультета. Здешние цыганки не только красивые и прекрасно танцуют, но также говорят на разных языках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что так, господа? Я цыганка Аза. Гости милые, беру счастливые, сколько рядышком друзей. Что сказать, господа? Рада этой встрече я. Танцы – это, конечно, здорово. А как тут обстоит дело со спортивной подготовкой, интересовались парни. В ответ им показали просторный зал, где проходят занятия, а также работают спортивные секции. Зал отличный, конечно. Большой по размерам, по качеству. Боксерские груши, то есть все, что надо. Летом самое то. Футбол погонять, баскетбол поиграть. И зимой тоже отлично. В прямом смысле оставить след в УЗИ мог любой желающий. Ребятам раздали баллончики с краской и на импровизированном мольберте они демонстрировали свои художественные таланты. Но, конечно, выбирают Алси не только за то, что здесь весело. Здесь можно как раз-таки учиться на мою профессию, на которую я хочу поступать. И здесь как удобно, очень красиво все. Мне понравились здесь условия. Здесь есть спортзал, тренажерные залы, кухня, столовка. Наконец, экскурсия проследовала в святая святых вуза, административное здание. Здесь их встретили как самых почетных гостей и исполнили гимн Алси. Алси, прекрасный кран, Алси, из сердца частых снух. Алси, нам честь твою нести. Сесть, на день, братцы, я смеши. Валерия Лукьянченко всего лишь на первом курсе. Но с самого начала обучения она окунулась в бурную студенческую жизнь, во все многочисленные конкурсы и мероприятия. И вот теперь уже она встречает будущих студентов и вспоминает, какой сама была год назад. Мне очень нравится. Тут весело, веселая студенческая жизнь. Замечательные преподаватели. Мне очень понравился идея, граффити. Это очень молодежно, это привлекает молодежь. И подоразумевает, что дети, одиннадцатиклассники поступят сюда, потому что тут не только хорошее образование, но и интересная студенческая жизнь. Педагоги в Алси под стать студентом. Современные и креативные, готовые принимать участие во всех идеях своих учеников. Плюс к этому огромный научный и жизненный опыт. В частности, на факультете юриспруденции многие педагоги, прежде чем пойти преподавать в ВУЗе, долгое время проработали в правоохранительных органах. Задача преподавателей, имеющих практический опыт работы в правоохранительных органах, конечно же, закрепить у студентов те теоретические навыки, которые не приобретают в процессе обучения, чтобы в дальнейшем помочь им в трудоустройстве и в реализации этих навыков. Здесь же абитуриенты проходили практически официальную регистрацию и получали вот такие свидетельства. Все как полагается, с дактилоскопированием и с фотографией в фаз и в профиль. Вместе со всеми свои отпечатки оставила и Ольга Самойлова. Так что теперь у нее две прописки. Одна в родном Маломинском, а другая, пока неофициальная, в Алси. Посмотрела в интернете, узнала. Надо же узнавать, куда поступать, зачем, на кого. Ну и на кого же? В менеджмент. Я хочу с подругой поступать. Поэтому так решила. Можно сколько угодно читать в интернете, но лучше, конечно, все увидеть собственными глазами. Ребята продолжили свой маршрут. Последним стал факультет экономики и маркетинга. Здесь они после долгой прогулки по действительно огромной территории института смогли, наконец, присесть. Ребята прослушали презентацию, посмотрели необычные рекламные ролики, а в финале заполнили анкету, где, в частности, надо было ответить на вопрос, куда вы собираетесь поступать после школы. Ну, сиск воняюсь, конечно, я же здесь сижу. Хороший ремонт. Хорошие преподаватели. Неплохо. Марк Бугоец, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. В малом зале администрации муниципального образования Новокубанский район состоялось еженедельное планированное совещание под председательством главы района Романа Архипова. Роман Гбарец подробностями. Совещание началось на позитивной ноте. Среди собравшихся были именинники. Их торжественно поздравил Роман Архипов. На этом теплые слова не закончились. Новокубанскому районному казачьему обществу тоже досталось толика похвалы. С помощью изъято из оборота более 11 килограмм наркотического зелья. Задержано 4 лица по подозрению в употреблении наркотиков. Задержано 14 лиц за распространение, перевозку, хранение наркотических средств. Прекращена деятельность трех наркопритонов. Довольно-таки такие хорошие показатели. Если говорить о дикорастущей конопле, общей площадью более 121 тысячи квадратных метров было удалено. Результат это 846 тысяч кустов дикорастущей конопли. Наши казаки удачно провели работу в рамках оперативно-профилактической операции «Маяк-2013». Самым активным членом Новокубанского районного казачьего общества вручили подарочные сертификаты. Как всегда обсуждали на совещании состояние дел в сельском хозяйстве. Продолжается мониторинг ЛПХ, в том числе и с целью выявления незарегистрированного повыва свиней. За истекший период 2014 года проведено 1573 подворных обходов. Выявлено 18 нарушений по содержанию свинопоголовья. По факту нарушения составлены акты и переданы в отдел инспекции Варгар-Мавир. На сегодняшний день в количестве свиней ЛПХ, согласно проведенных подворовых обходов, составляет 91 глава. Это 12 личных подсобных хозяйств. В завершении встречи собравшиеся говорили об исполнении доходной части бюджета Новокубанского района и ситуации, сложившейся на рынке труда на отчетный период. Также глава района призвал всех к наведению санитарного порядка на улицах и побелке деревьев. Роман Габарец из Новокубанская служба новостей Армавира. Попрошение митрополита Екатеринодарского и Кубанского и Сидора иерархия Священного Синода во главе со Святейшим Патриархом Московским и Всеруссией Кириллом в марте прошлого года приняли решение о создании пяти отдельных епархий на территории единой Екатеринодарской и Кубанской. 19 марта Священный Синод избрал кандидата на вдовствующую Армавирскую и Лобинскую кафедру. Кто им стал, расскажет Наталья Полякова. Четыре отдельные епархии на территории единой Екатеринодарской и Кубанской уже год как существуют. Совсем недавно был избран духовный наставник Армавирской и Лобинской епархии. Им стал игумен Игнатий Бузин. Он уроженец кубанского геленджика. По благословению владыки Сидора он закончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию, затем академию, а после защитил кандидатскую диссертацию. В последнее время возглавлял Антониево Дымский монастырь на территории Тихвинской епархии. После его наречения епископского и рукоположения владыка Игнатий прибудет в город Армавир. И, собственно, будет предприниматься действие по образованию инфраструктуры епархии. Будут определяться основные рабочие силы, которые будут сегодня формировать епархиальную инфраструктуру. Но это все будет зависеть от воли и благословения владыки Игнатия. Такие изменения вызваны не случайно. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что сегодня очень важно уделять внимание каждому нуждающемуся в духовной помощи. Благодаря созданию Армавирской лобинской епархии прихожане будут ближе к епископу. В свою очередь он сможет помогать и молитвой, и отеческой заботой, а со священнослужителями делиться своим духовным опытом. Для Армавира это все-таки большая радость, поскольку еще в древности святые отцы считали, что епископа почитай как Христа, а священника почитай как его апостола, а диакона как слугу апостольского. Поэтому в некотором роде епископ является собой образ Христа, апостоленачальника. И то, что епископ будет сидеть в Армавире, это, конечно, послужит благоукрашению и более интенсивному развитию духовной жизни. В каждой епархии имеется кафедральный собор, символ епископской власти. От воли владыки Игнатия будет зависеть, какой армавирский храм приобретет этот статус. Наталья Полякова, Александр Пензев, Служба новостей Армавира. На этом выпуск завершен. Далее традиционный медиапрогноз. В студии была Марина Бартенева. До свидания. Имидж ведущей – магазин женской одежды «Лара». Улица Азовская, 4 и Тургенева, 140. Торговый центр «Оскар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Азовская, 5,4. Продолжение следует...